После рейсов самарские трамваи прибывают на водные процедуры. Вагоны моют сначала снаружи специальными автоматизированными щетками. Там, где они не достают, специалисты выполняют мойку вручную, после чего приводят в порядок салон. В каждом депо ежесуточно дежурят бригады до 7 человек. С наступлением весны во время месячника по благоустройству будет задействован дополнительный персонал. В период респираторных заболеваний учащается санитарная обработка салонов хлоросодержащими средствами. Не только в ТТУ, но и во всех транспортных предприятиях города. Никто не снимал с повестки вопрос по антиковидной обработке салона. Все наши хлоросодержащие препараты по-прежнему используются. Выполняется протирка поверхностей, которые входят в контакт с пассажиром. Это спинки сидений, это поручни, это санитарная обработка пола производится. Затем вагоны проезжают, если нужно, к бригадам механиков. Они при необходимости меняют расходные детали, чинят неисправное электрооборудование. И следят, чтобы на линию выходили абсолютно готовые к работе вагоны. Трамваи все на улице выпускаются исправно. Но понятно, что это железка, и она всегда может там сломаться. За всем все это смотрится и проверяется. Проверяется все, что нужно посмотреть. Особенно это касается тормозной системы. Работаем в зимний период печек. Все трамваи проходят ежедневный осмотр. В ходе тех осмотров приводят в порядок и трамваи, у которых на крыше образовался серый налет. Возникающие следы графитовой смазки оттирают с помощью керосина и других специальных химических средств. Обязательный полный технический осмотр каждый вагон проходит раз в месяц. В планах ТТУ еще и модернизация старых вагонов. Постепенно в ходе реализации данной программы смогут ремонтировать до 10 трамваев в год, что со временем также улучшит работу транспорта. Помимо этого, в текущем году планируется приступить к реализации программы модернизации трамвайных путей, рассчитанной на 5 лет. Стоит также отметить, что на уровне правительства Российской Федерации рассматривается вопрос закупки еще 34 вагонов для Самарского ТТУ. Кроме того, до 1 июля текущего года парк ТТУ расширится. В город доставят 12 новых вагонов. За ними следить на предприятии будут также пристально и внимательно. С момента получения, приемки и первой обкатки и в дальнейшем при работе на линии, чтобы продлить срок их службы и обеспечить комфорт и безопасность пассажиров и перевозок. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.